Есть в Турции удивительное озеро Салда, невероятного бирюзового цвета. За этот яркий оттенок воды его часто сравнивают с Мальдивами. Мальдивы, Мальдивы. Не были мы ни в какой-то Мальдивах. Нас и здесь неплохо кормят. На Мальдивах я не была, верю тому, что говорят на слово. Но честно скажу, что увидев озеро в первый раз, просто остолбенело от этого потрясающего контраста голубого и белоснежного. Господи, какая странная местность. Что это? Известняк? Такой белоснежный. Или снег? И на этой почве еще что-то растет. Колючки какие-то, кустики. Чем они здесь питаются? Нереальный марсианский пейзаж какой-то. Но красиво. Озеро Салда Пресное образовалось в кратере вулкана. Как считают ученые, более 2 миллионов лет назад. Глубокое, местами до 200 метров. Несколько лет назад происхождением этого озера заинтересовались шотландские ученые. Их исследования показали, что некоторые химические особенности озера соответствуют свойствам планеты Марс, где, оказывается, есть похожий кратер. Я прям нутром почувствовала, ну чисто как на Марсе. И вот я сижу даже не на песке, а на отложениях каких-то минералов. Они образовались в результате деятельности цианобактерий, обнаруженных в породах, которым около 3,5 миллиардов лет. Озеро огромное. По данным Википедии, его площадь 45 квадратных километров. Для сравнения. Ну что, купнемся? Между прочим, здесь у самой кромки есть какой-то провал. Вон там, смотрите, мальчик карабкается. Не может вылезти просто, да. Я в прошлый раз провалилась. Давай ты первой дошел. Блин, по самое ничего себе. Ладно, разведчик прошел. Я за ней. Иду, иду. Ощущения, скажу вам, жуткие. Тебя просто затягивает, как в болото. И если бы поблизости не было людей, я бы запаниковала. Ну а дальше примерно метров 80 до синей-синей глубины. Отличное дно. Все тот же белый магнезит. Плотный, ровный, хорошо утрамбованный. И приятный для ног. Можно бродить по щиколотку в воде. И постепенно по коленам. Люди прямо мажутся этой глиной. Наверное, и лечебная. Но с другой стороны, если бы она была очень лечебная, то бы построили какую-то лечебницу. Но ничего подобного нет. Мне кажется, люди так. Самолечением занимаются. Даша, смотри. Червяк. Чего? Ты врешь? Бед шевелится. Ну все, теперь буду бояться. Чего пугаешься? Позже я прочитала информацию, что это не червяки. Это водяные змеи, которые могут достигать 40 сантиметров. Но тут же в статье говорится, что за всю историю туризма не было ни одного несчастного случая с участием змей. Значит, они не опасны. Даша, как водичка? Мне кажется, холодноватая какая-то. Не то, что на море. Прямо свежает. Бодрит. Да, вода в озере холодная. Этому факту также нашла объяснение в интернете. Во-первых, салда расположена на высоте свыше тысячи метров над уровнем моря. Во-вторых, озеро питается грунтовыми подземными водами, осадками и несколькими холодными ручьями. В-третьих, плохо прогревается из-за большой глубины. Холодная, но такая чистая и прозрачная вода. Фотки на таком фоне отпадут. Интересно, что мы были на озере Салда в сентябре 2020 года. А с 15 октября того же года озеро было закрыто для посещения туристами. Министерство охраны окружающей среды Турции посчитало, что большой приток людей плохо влияет на качество воды. Якобы измельчаются и сокращаются некие биологические материалы, которые придают воде этот неповторимый бирюзовый цвет. Экологи забили тревогу, что в озере собирается огромное количество химических веществ, которые выделяются солнцезащитными кремами, шампунем и мылом, которые используют отдыхающие. Один турецкий ученый-эколог сказал, мы должны любить озеро Салда только глазами. Вот не мудрено, что закрыли озеро. Потому что такая грязь. Чего только люди не бросают бутылки, стаканчики. Одежда какая-то, штаны или что-то. А тапочек сколько затянуло в эту трясину. При мне прям девушка шагнула и вылезла уже без сланцев. Озеро засасывает свои недра. Оказалось, что озеро мельчает. До 1970 года его глубина составляла 196 метров, а в ноябре 21 года только 174 метра. 22 метра человеческих отходов, кремов, мыла, шампуни осело на дне озера. Это невозможно поверить. Но так говорят ученые. Сейчас в озере Салда купаться запрещено. Можно только войти по колено, чтобы сделать фото. Также запрещено въезжать на охраняемую территорию на машине. До пляжа людей подвозит автобус-паровозик. Нельзя устраивать пикники, разводить костры, а строительным фирмам возводить какие-либо строения. Нам повезло, что мы застали те времена, когда на озере можно было купаться. Но если честно, мне это не доставило большого удовольствия из-за заболоченности входа, из-за змеек в воде. Мы пробыли там не больше часа, а сейчас тем более делать долго нечего. Не покупаешься, глиной не намажешься, зонтиков, чтобы укрыться от палящего солнца нет. Остается любить озеро только глазами, как сказал мудрый ученый. Резюме. Сейчас специально за 3,9 миль, только для того, чтобы посмотреть озеро Салда, я бы не поехала. Но мой совет. Если будете проезжать мимо, категорически рекомендую. Загляните. Получите цветовой шок. И целую кучу красивых фотографий. Увидимся. Всем пока.